Сегодня в хутор Фроловский Зеленчукского района поступил природный газ. Торжественно ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод и подключили первых потребителей к системе газоснабжения. Вместе с почетными гостями радость хуторян разделила и наша семочная группа. Репортаж Мурата Джинкёзова. Межпоселковый газопровод до хутора Фроловский был построен в 2020 году. Затем еще 4 километра газовых сетей проложены по его улицам. Благодаря программе дугасификации подключение для хуторян стало бесплатным. По поручению главы республики, помимо того, что газовая инфраструктура дойдет бесплатно, совершенно бесплатно до границ каждого домовладения, еще внутри домовладения будет выполнено за счет средств республики полностью все мероприятия по прокладке газопровода и доведению его непосредственно до приборов потребления газа. Поэтому всех, пользуясь случаем, прошу обратиться с заявлением в ПАО «Газпром» для газификации своих домовладений. С запуском газопровода около 135 домовладений и более 190 жителей получат возможность подключить газ в своих домах, сделать их еще теплее и уютнее. Сегодня все 136 домовладений хутора имеют возможность к подключению к природному газу. В Зелечевском районе работа по дегазификации ведется очень активно. В настоящее время, на сегодняшний день, принято более 600 заявок, 70% из которых уже реализованы. 126 домовладений района уже подключены. Специалисты компании «Газпром» газораспределения «Черкеск» построили газопровод до границ домовладений без привлечения средств потребителей. Акт о готовности сетей подписан. Газификация домовладений специалистами общества проведена в полном объеме. Объект испытан и готов к эксплуатации. Разрешите подать газ в газопроводы? Разрешаю. Одним из символов программы газификации стала эстафета газа. Газовики зажигают факелы и передают их руководителям для символического пуска и зажжения газа. Вместе с почетными гостями мы стали свидетелями первой официальной подачи газа в дом жителя хутора Фроловский, пенсионера Михаила Григорьевича Каменева. В прошлом году нас зимой протянули трубу по хутору, но с нового года уже начали беспокоиться. Мышь райгаз, два, наверное, ездил я. С февраля сказали, собирайте документы, будем тянуть у вас газ. Ну, теперь я рад, что у меня есть газ. Раньше мы на зиму готовили машин 5-6 дров, покупали 4-5 тонн угля. Сейчас вообще стала проблема у нас в республике купить уголь. И поэтому последнюю зиму он топил только дровами. И для этого было очень много прилагалось труда, чтобы привезти эти дрова, наколоть, нарубить. Вот остались у него, теперь будет дровами топить только баню. Но, слава богу, у пенсионера теперь появится гораздо больше свободного времени, потому что не нужно топить печку, таскать дрова, колоть, уголь сеять. И условия жизни, я думаю, качество жизни улучшится. В Карачаево-Черкесии успешно реализуется федеральная программа по газификации регионов и программа до газификации, благодаря которой несколько тысяч жителей республики уже получили возможность безвозмездно газифицировать свои дома и пользоваться голубым топливом. И эта работа продолжается. Мурат Сенкизова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.